Как обычная туристическая поездка на отдых Колумбии может превратиться в криминальную драму с печальным концом. История начинается с человека по имени Тогер Ксион, который родился в Лаосе в 1973 году. Его семья бежала в Таиланд после прихода к власти коммунистов в 1975 году, потому что его отец служил в поддерживаемых США вооруженных силах хмонгов. Они провели четыре года в лагере беженцев в Таиланде, прежде чем переселиться в Сент-Пол, штат Миннесота, где проживает самая большая община хмонгов среди всех городов США. В 1992 году он окончил среднюю школу имени Гумбольта и получил степень бакалавра политологии в Карлтонском колледже в престижной гуманитарной школе в Нордфилде. Во время учебы в Карлтоне Тогер создал проект «Респектизм» — инициативу, которая объединила комедию, повествования и рэп-музыку в образовательных выступлениях. В 1997 году он снялся в телевизионном фильме «Портреты из ткани» о путешествии семьи хмонгов, спасающихся от войны. В 2004 году газета Chicago Tribune назвала его единственным в Америке комиком-хмонгом. В 2007 году он активно призвал к правосудию, когда белый мужчина убил охотника хмонга в Висконсине. В 2015 году Ксёнг помог организовать первый день хмонгов на ярмарке штата Миннесота. В 2019 году он получил стипендию Буша для проведения работы по борьбе с расизмом, одновременно получив степень магистра в области связи с общественностью. В 2021 году он присутствовал на митинге в Калифорнии в поддержку мужчин хмонга, убитого правоохранительными органами. Толгер Ксёнг – один из 11 братьев и сестер, посвятивший свою жизнь наведению мостов между культурами, предоставлению голоса тем, у кого его нет, и работе над справедливостью для всех. В общей сложности он провел более 1600 презентаций перед аудиторией в 48 штатах. Как видно, Толгер Ксёнг имел очень много друзей и вел интересную и насыщенную событиями жизнь. Поэтому многие были поражены, узнав о похищении 50-летнего Ксёнга во время отпуска в Колумбии. Толгер Ксёнг прибыл в Медельин 29 ноября 23 года в качестве туриста. Согласно странице Ксёнга в соцсетях, он посетил концерт Кэрол Джи в Медельине за неделю до похищения. Толгер вышел из отеля в районе Роблэда в Медельине 10 декабря 23 года, чтобы встретиться с женщиной, с которой он познакомился через социальные сети летом 22 года. В ночь на 10 декабря Ксёнга похитили и удерживали с целью выкупа в квартире в районе Роблэду. Его связали, пытали, избили и отобрали кредитные карточки, наличные, мобильный телефон и часы. В тот день Эк Сёнг, брат Толгера, рассказал, что тот ему позвонил и попросил перекинуть ему 2000 долларов, которые похитители хотели получить в качестве выкупа. Эк Сёнг сказал, что не знает, получил ли его брат деньги, потому что он пытался ему их перевезти, но происходил сбой операций. Родные же сразу обратились в полицию. Но он деньги всё-таки отправил друг Ксёнга, с которым тоже связались похитители, около 3000 долларов на счёт неизвестной женщины. Несмотря на немедленную оплату, Ксёнг был доставлен в лесистую местность, где его избили, а затем сбросили со скалы высотой около 80 метров. Его тело было найдено в водах ущелья Ла Карковаде в районе Ла Пола. На следующий день после похищения 11 декабря 2023 года. Полиция выяснила, что счёт PayPal, на который было отправлено 3000 долларов, принадлежал Шарит Гизеле Мехии Мартинес. Когда следователи прибыли для её допроса, она попыталась сбежать из окна своей квартиры. Эк Сёнг, брат Толгер Сёнга, заявил, что Мехия Мартинес – это та самая женщина, с которой брат был замечен на фотографиях в социальных сетях в начале 2023 года. Толгер Ксёнг познакомился с ней летом 2022 года, и у них были романтические отношения. В Колумбии пара часто ходила куда-нибудь поужинать, проводила время, занимаясь летними видами деятельности, такими как пешие прогулки и катание на водных лыжах. Эк Сёнг не мог поверить, что одним из похитителей стала женщина, с которой брат общался через сайт для знакомств и встречался с ней уже неоднократно на протяжении уже полутора лет. Через несколько недель, после того, как 11 декабря колумбийские правоохранительные органы обнаружили тело его брата, Эк Сёнг и его друг отправились в Колумбию, чтобы репатриировать тело Толгера и помочь правоохранительным органам в расследовании. В итоге 16 января 2024 года было арестовано трое подозреваемых Шарид Гизела Михия Мартинес, Сантьяго Бустаманте Лондонье и Андрес Янкапья Брикона. 17-летний подросток, который предположительно участвовал в похищении, также был арестован. Он был помещен в следственный изолятор для несовершеннолетних. В итоге четверо подозреваемых были арестованы по обвинению в похищении при отягчающих обстоятельствах, с целью вымогательства и убийстве при отягчающих обстоятельствах в связи со смертью Толгер Ксёнга. В ходе судебного разбирательства были изъяты несколько сотовых телефонов, транспортное средство. Во время предварительных слушаний подсудимые не признали себя виновными. Суда над ними еще предстоят. Семья Толу вздохнула с облегчением, узнав, что четыре человека находятся под стражей за его похищение и убийство. То, что они сделали с ним, было злом. Они убили его, сказал брат Эксёнг со слезами на глазах. Я могу, по крайней мере, спать спокойно, просто потому что мы знаем, что восстановлена справедливость для Толгера. На протяжении всей своей жизни он боролся за справедливость для других. По крайней мере, на этот раз, когда наступила его очередь. Я просто благодарен за то, что сыграл небольшую роль для него, помогая правоохранительным органам привлечь виновных к ответственности. В конце декабря Целла Толгерк Сёнга было возвращено в Миннесоту, где его семья провела трехдневные похороны с 27 по 29 января 2024 года в соответствии с обычаями традиционных похорон хмонгов. Он был многим для стольких людей, художником, рассказчиком и опорой для американской общины хмонгов на национальном уровне, который ставил воодушевление других превыше всего, сказала сенатор Эмми Клабушар. Он максимально использовал свое трагически короткое время на Земле. Толгер был неутомимым защитником тех, у кого нет голоса, мощным рассказчиком для американской общины хмонгов и чемпионом по построению взаимопонимания между людьми разных культур и происхождения, говорится в декабрьском заявлении Совета по делам жителей Азиатского, Тихоокеанского региона Миннесоты. Мы не можем в полной мере выразить на шок и глубокую печаль в связи с известием о том, что его больше нет. Жизни, которых вы коснулись и вдохновили, будут продолжаться бесконечно распространяться по океанам и континентам. Свет добра, радости и смеха, которые вы зажгли, никогда не померкнет. «Дядя Тоу, ты будешь жить благодаря историям, которые мы рассказываем», сказал племянник Сьонга Джим Конг Мэн Ян. «Ты супергерой для всех нас». Семья Тоу сейчас находится в процессе создания фонда его имени, через который они надеются предложить стипендии и помочь нуждающимся. По данным Туристической обсерватории округа Медельина, с июля 2023 года количество краж, совершенных в отношении иностранцев, увеличилось на 200% по сравнению с предыдущим годом, а количество насильственных смертей иностранцев увеличилось на 29%. Большинство жертв насильственной смерти в 2023 году были гражданами США. Преступники используют приложения для знакомств, чтобы заманить жертв на встречи в общественных местах, таких как отели, рестораны и бары, а затем напасть на них и ограбить. Многие иностранцы в Колумбии были накачаны наркотиками, ограблены и даже убиты своими колумбийскими друзьями. За последний год зафиксирован рост сообщений об инцидентах, связанных с использованием приложений для онлайн-знакомств, для заманивания жертв, как правило иностранцев, для ограбления с применением силы или использования седативных препаратов. Посольства разных стран регулярно получают сообщения о подобных инцидентах, происходящих в крупных городах, включая, но не ограничиваясь, медельином, картохеной и боготой. О таких преступлениях обычно не сообщают, поскольку жертвы смущены и не хотят доводить дело до конца. Иностранцы должны быть бдительны, поддерживать повышенную ситуационную осведомленность и включать в свою деятельность строгие меры личной безопасности. Будьте осторожны при использовании приложений для онлайн-знакомств в Колумбии. При встрече с незнакомцем вам следует настоятельно рассмотреть возможность встреч только в общественных местах и избегать изолированных мест, таких как жилые дома или гостиничные номера, где с наибольшей вероятностью могут произойти преступления. Если вы приглашаете человека, с которым вы только что познакомились, свой номер или номер в отеле, заранее поговорите со своим швейцаром, консьержем и установите политику в отношении того, какую информацию ваш новый посетитель должен предоставить перед тем, как получить разрешение на вход, фотографии, удостоверение личности и так далее, и какой процесс следует соблюдать, когда ваш посетитель уходит. Расскажите другу или члену семьи о своих планах, в том числе о том, куда вы направляетесь, сведения о человеке, с которым вы встречаетесь, и о приложении, которое вы использовали для встречи с ним. Не оказывайте физического сопротивления при попытке ограбления. Жертвы преступлений, которые сопротивляются ограблению, с большей вероятностью будут убиты. И последнее. Доверяйте своей интуиции. Если вы чувствуете, что что-то не так, лучше попрощаться с новым другом или подругой и вернуться в отель, ведь минутное удовольствие не стоит вашей жизни.